МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. 9 мест оборудовано для крещенских купаний в муниципалитете. Обязательно будет горячий чай, будут горячие фирменные пирожки. Более 100 миллионов рублей выделены на модернизацию детских площадок в округе в этом году. Полностью площадка идет под замену. То есть это локально меняется полотно. Под контролем участковые и полномоченные отчитались о проделанной работе. Участковые будут выступать с докладами о том, какая оперативная обстановка в настоящий момент на их участке. С 18 на 19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Также в муниципалитете пройдут купания. На территории округа определены 9 мест, где можно будет совершить омовение. Три из них на территории храмов, шесть на открытых водоемах. Наша съемочная группа посетила Иордань на реке Людовно в районе парка Теле Орловский. Она оборудована сходними, мостками с перилами, антискользящими ковриками, палатками для обогрева и переодевания. Ожидается, что в эту ночь сюда придут около тысячи человек. Обязательно будет горячий чай, будут горячие фирменные пирожки. Молоковская земля всегда славится этим. Все ждем вот этой, их может быть, хорошей зимы, хорошей пушистой погоды. Ну и благословения. Здесь и в других местах для купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, медики Видновской клинической больницы и волонтеры. У нас службу проводит отец Дмитрий Березин, настоятель Молоковского храма. Служба завтра начнется у нас в 10 часов вечера, в 22.00. Он проводит здесь службу, сам кунается, и за ним все православные. Чтобы не допустить купаний в несанкционированных местах, в плеченские праздники сотрудниками полиции и МЧС будет организовано патрулирование водоемов. Общественная палата Московской области организовала обучающий семинар для наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента Российской Федерации. Как проходил инструктаж, узнала Инга Инчук. 7 декабря 2023 года стартовала кампания по выборам президента России. На общественных наблюдателей возлагается ответственность за проведение голосования на участках по всем правилам. В связи с этим необходимо провести обучение участников избирательного процесса. Ровно два месяца у нас с вами остается до времени X, до начала избирательной кампании, хотя начнется у нас 15 числа. Встреча с будущими наблюдателями за два месяца до выборов стала традицией. Общественникам следует знать свои правила и обязанности на избирательном участке, а также ознакомиться с тем, что входит в этику наблюдателя и в золотой стандарт, который был разработан специально для них. Мы расскажем о том, в чем смысл вообще, в чем задача, основная задача и правовой статус общественного наблюдателя. Дистанционное электронное голосование впервые будет применено на выборах президента Российской Федерации. На него также, как и на очное, будет отведено три дня с 15 по 17 марта. Это очень удобно, очень прогрессивно и заменяет многие виды голосования. Хотя, сейчас сделали три дня голосования, казалось бы, удобно, да, можно выбрать любой день. Но все намного удобнее, в телефон зашел на две минуты и голосовал. Роль общественного наблюдателя заключается в обеспечении легитимности и честности проведения выборов, осуществлении сохранности тайны голосования и волеизъявления избирателей. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На радость мальчишкам и девчонкам, а также их родителям, восемь детских площадок обустроят в муниципалитете уже в этом году благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Сейчас в отделе благоустройства администрации Ленинского округа активно ведутся работы по подготовке документации. Выйти непосредственно на площадки планируется весенний-летний период. Все объекты получат новый облик с учетом современных требований к оснащению и безопасности. Полностью площадка идет под замену, то есть это локально меняется полотно покрытия, потом урны, лавочки устанавливаются, новые мафы, освещение, стенды и озеленение. А также все площадки подключаются к системе безопасного региона. Развилка на Водрожжино, поселок Володарского, видная модернизация детских игровых площадок затронет разные уголки муниципалитета. Адресный перечень формируется с учетом пожеланий жителей. Чем активнее пользователи на портале Добродел, тем больше шансов на изменения. Нужно как можно больше, в первую очередь, голосовать. И площадка должна, естественно, находиться в ненадлежащем состоянии, то есть для того, чтобы она попала под программу модернизации, замену оборудования ДИП. Всего на реконструкцию и установку новых детских площадок в 2024 году потратят более 100 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Напомним, что работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфорта городской среды». Цель его амбициозные – улучшение городской среды в полтора раза к 2030 году. Участковую полномочное отдела полиции в Виновске УМВД России по Ленинскому городскому округу провели собрание, на котором отчитались о результатах своей работы, а также ответили на вопросы граждан. Слово Юлии Стаферовой. У жителей всегда много вопросов, которые касаются деятельности правоохранительных органов. Для того, чтобы граждане могли получить ответ, два раза в год сотрудники полиции Ленинского округа проводят встречи с населением, на которых они информируют об обстановке в муниципалитете и отчитываются о проделанной работе. Участковые будут выступать с докладами о том, какая оперативная обстановка в настоящий момент на их участках, сколько было раскрыто преступлений, сколько допущено. В ходе собрания все те, кто обратился к участковым, получили ответы на свои вопросы и остались довольны работой сотрудников полиции. Обратился с проблемой нарушения тишины в ночное время с соседями, неоднократно написал заявление, сейчас получил полноценную консультацию по дальнейшим своим действиям. Есть некие вопросы касаемо съемных квартир, касаемо общественного порядка около дома, когда на улице, в подъезде распевают, около дома распевают. Такие вопросы регулируются. Перед собравшимися участковые отчитались о проделанной работе. Муниципальные депутаты также принимали активное участие во встрече. Здесь мы имеем возможность, это в прямом диалоге, мы видим, сколько живых у нас людей пришло сюда, чтобы пообщаться, поговорить, где-то отставить даже заявление здесь они принимаются. Ну и, соответственно, я с точки зрения как депутата и как руководитель СМИ приветствую и это поддерживаю полностью. Сотрудники полиции будут и дальше проводить подобные мероприятия для того, чтобы сделать свою профессию более открытой, а жизнь в муниципалитете безопаснее. Юлия Стоферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В одном из видновских кафе прошла встреча заместителя главы Ленинского округа Татьяны Квасниковой с представителями общественных организаций, на которой обсудили создание комфортного пространства в заведениях общепита для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное гостеприимство. Наклейки с такой надписью будут получать владельцы кафе и ресторанов, готовые открыть двери для людей с ограниченными возможностями здоровья, где созданы все условия для комфортного пребывания особенных посетителей. Владелица кофейни в городе Видное Юлия Трофимова одной из первых разместила этот добрый знак на окнах своего заведения. Мы всегда открыты и для взрослых, и для детей, и для деток с особенностями развития. Поэтому, если мы сможем для них создать какие-то мгновения счастья, какие-то позитивные моменты, мы будем очень рады и для нас очень важные цены. По этой причине именно в кафе Юлии была организована встреча заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой с представителями различных объединений муниципалитета. Вот нам надо, чтобы люди понимали, что вот это глубже, чем просто картинка на двери кафе. Понимаете? Мы уже с вами рассказали о том, что у нас есть взрослые и дети, которым сложнее, но тоже они абсолютно не просто право имеют, но абсолютно вот как и я, когда мне иногда хочется отдохнуть, они тоже хотят зайти в кафе, послушать мозгу, посидеть вот в такой красивой обстановке. Во время беседы собравшимся удалось обсудить много вопросов, связанных с проблемой доступной среды в общественных местах округа. И вот мы поднимаем тему, чтобы как можно больше было заведений с доступностью. И для этого мы понимаем, что нужны дополнительные денежные средства. Мы очень благодарны руководителям, которые идут на это. Они создают условия, и не только создают условия, они с радушием принимают здесь людей с инвалидностью. И вот если человек с инвалидностью идет и увидит вот такую наклейку, он может смело заходить в это заведение, здесь ему рады, здесь ему будет тепло и уютно. Наклейки, как подтверждение того, что здесь рады каждому посетителю, смогут получить руководители развлекательных центров, кафе и ресторанов, куда беспрепятственно могут прийти люди с ограниченными физическими возможностями, при этом не испытывая трудностей и неудобств. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара, Балаева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова